Здравствуйте, с вами на связи интернет-магазин Antilife.com.ua Сегодня я хочу показать вам новинку, бюджетную модель под названием Amoe N850. Данная модель является очень интересным вариантом для тех, кто не рассчитывает на сумму свыше 200 долларов из наличия в Украине. Давайте посмотрим в каком комплекте, в какой коробке поставляется данная модель. Вот такая вот коробка, вот такие вот фирменные обозначения, штрих-коды, информация о данной модели. В комплекте особо ничего нету, есть стандартная зарядка. Сейчас открою коробку. Стандартная зарядка и USB кабель для подключения к компьютеру. И переходим к нашему смартфону. Смартфон у нас имеет диагональ 4,5 дюйма, имеет спереди три сенсорных кнопки, назад, домой и меню. Имеет фронтальную камеру, есть у него датчики приближения, датчики освещенности, динамик. С этого торца модель имеет качельку громкости. Сверху расположилась кнопка включения-выключения, разъем под подключение к компьютеру и зарядку. И стандартный 3,5 мм разъем под наушники. С этого торца нет ничего. Снизу стандартно у нас микрофон. Сзади у нас вот такая вот крышечка. Она не глянцевая, она такая вот soft-touch, какой-то такой матовый пластик с логотипом AMOE, с камерой на 8 мегапикселей, вспышкой. Ну и у камеры есть обязательно автофокус. Вот такая вот каемочка для открытия крышки. Давайте посмотрим, как выглядит наша модель изнутри. Аккумулятор у данного аппарата 2050 мАч. Это реальный его показатель. Смартфон держит довольно-таки долго. То есть, ну, в плане надежности, в плане долгосрочности, скажем так, без подзарядки, данную модель можно сравнить с моделью Lenovo A820. Да и по всем основным техническим, другим техническим характеристикам, данную модель можно с легкостью сравнивать с Lenovo A820. Хочу пару слов сказать о сборке. Сборка внешне вообще без нареканий. То есть, здесь нет никаких люфтов. Крышка задняя сидит плотно. Всё отлично собрано. Но когда делаешь телефон вот так вот на перегиб, то вы можете слышать вот такой вот, не скажу, что это хруст, как неплотность, скажем так, сборки. Пусть это будет минусом данной модели. Идём дальше. С завода приходит данный смартфон, а мой AN850, с русскоязычной прошивкой, но в прошивке сразу же нету Play Market. Play Market мы устанавливаем самостоятельно, мы их все перепрошиваем перед отправкой, а поэтому вы получаете уже полноценно русифицированный, скажем так, полноценно рутованный с рабочим Play Market, с супер юзером. Вот эти все программки вот тут вот есть, вы это всё можете видеть. Поэтому прошивку вам менять не придётся. И прошивка у нас стоит сейчас на данном смартфоне от телефона AMOE N828, что не есть плохо, а есть хорошо. Давайте посмотрим наш смартфон через различные тестовые программы, сколько набирает баллов данная модель и какие технические характеристики у них есть. В Antutu набирает данная модель порядка 12-13 тысяч баллов, а вот технические характеристики можно посмотреть. Процессор у нас 4-х ядерный, MTK 6589, 1,2 МГц частота процессора, разрешение экрана 540 на 960, встроенная память в данном смартфоне 4 ГБ, оперативная ГБ, стоит у меня сейчас карточка на 16, и камеры. Я говорил, что камера на 8, ошибся, камера реальных 5 Мп, так как это бюджетная модель, и вот эти технические характеристики, они, скажем так, немножко занижены. Фронтальная камера на 3 Мп, показывает Antutu. Прошивка у нас 4.2 Android, в принципе, прошивка хорошая. Давайте посмотрим данную модель ещё через Z-Device Test, какие датчики у нас есть, но особо каких-то таких навороченных датчиков здесь не будет, здесь не будет ни гироскопа, ничего. Стандартный датчик приближения, датчик освещенности, полноценный хороший GPS, хорошо ловит, полноценный хороший приём Wi-Fi, то есть даже через 2-3 стены модель хорошо справляется с приёмом. Ну и также хотел я вам сказать несколько слов о экране. Экран у нас IPS-матрица, 5 точек касания, цвета довольно-таки хорошо видны, то есть цвета довольно яркие, сочные. Ну дальше по экрану ещё посмотрим. Также хотел сказать по поводу батареи. Есть вот такая вот программка Antutu Tester, она тестирует отлично батарейку. Ну батарейка, я вам скажу так, есть модель же UG2 с аккумулятором 2200, с экраном 4 дюйма, это модель 250, дисплей у него 4.5, то есть больше, а по продолжительности работает, данная модель работает больше и дольше. В режиме игры, я запускал Citadel на этой модели, в режиме игры данная модель продержалась 3 часа 9 минут. То есть это довольно-таки внушительные показатели, скриншоты эти я предоставлю, то есть можете их посмотреть. Идём дальше. Данная модель отлично справляется с любыми современными играми, с любыми фильмами, то есть можно закидывать на модель любой современный формат фильма, то есть это, допустим, МКВ, и всё отлично воспроизводится и без проблем. Давайте посмотрим. Звук довольно-таки громкий. Идём дальше. Я обещал вам показать экран данной модели. Экран заявлен производителем IPS-матрица. Ну давайте посмотрим, насколько яркие цвета данной модели. Углы преломления у нас... Углы преломления у нас практически максимальные, что не может не радовать для столь бюджетного смартфона. В принципе, смартфон с лёгкостью проигрывает потоковое видео из YouTube, прогружает без проблем. Давайте... Сейчас пойдём дальше. Также отлично смартфон справляется и с браузерами, то есть можно полистать наш сайт, посмотреть, какой у нас есть товар, какие цены. Можно же сразу же оформлять, то есть всё создано для вашего удобства. Также можно просматривать любые другие сайты, не только... То есть заходить на наш сайт, можно в гугле лазить, можно смотреть картинки. Тоже всё масштабируется, мультитач работает отлично. То есть смартфон с лёгкостью справляется с любыми задачами. Я говорил, что данная модель хорошо работает с играми. Это объясняется тем, что разрешение дисплея в данной модели 960 на 540. Что, скажем так, не есть супер-пупер показателем. А поэтому процессору MTK6589 очень легко обрабатывает такое разрешение в современных играх. Давайте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если вы обратили внимание, то у меня для игры я поставил FPS Matter. Программка, которая отсчитывает количество FPS в играх. И в играх можно было наблюдать, что прыгает он иногда от 20 до 30, иногда 15 бывает. Но в целом на игры, на производительность, на плавность хода игры это не влияет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте примерно посмотрим, как она фотографирует. А фотографии и видео я вам обязательно сниму, как фотографирует данная камера. И вы посмотрите по ссылочке под нашим видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ну вот так вот фотографирую. Четкость картинки, в принципе, хорошая. А там поделаю фотографии на улице, видео и там посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В целом можно подводить итоги. Смартфон недорогой, до 200 долларов его цена из наличия в Украине. Сборка, в принципе, хорошая. Люфтов никаких нет. Есть единственное вот это вот пощелкивание небольшое. По прошивке мы устанавливаем русскоязычную полноценную прошивку с рут-доступом, с супер-юзером, с плей-маркетом рабочим. Поэтому модель данную можно смело брать. Аккумулятор великолепный, будет держать в режиме напряженном 1-2 дня, а в режиме, скажем так, телефонном будет работать 2-3 дня. Экран хороший, закаленное стекло не царапается, цвета, сочность, все на нормальном уровне сделано. В общем, за эти деньги данную модель мы однозначно советуем. Если вам понравился данный обзор, данная модель, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Обязательно будем снимать новые видео. Ну и заходите к нам на сайт, звоните, делайте покупки. Спасибо за внимание, всего доброго!